Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Сегодня у нас в гостях народный артист Советского Союза, художественный руководитель и главный режиссер Чувашского государственного академического театра Валерий Яковлев. Валерий Николаевич, здравствуйте! В феврале театр исполняется 95 лет. Цифра очень значимая и очень большая. Вы, получается, старше самой Чувашской республики, но уже имеете название Чувашский театр. Чувашский театр – один из старейших театров, национальных театров. Собственно говоря, не только один из, а второй, самый старший, первый татарский театр, а вторым уже идет Чувашский театр. В 1918 году он организовался в городе Казани. И студентов, руководителем был Яким Степанович Максимов Кошкин, знаменитый наш патриарх, сцены и кино, и много другого. Человек совершенно обширного дарования. Ну и эти студенты впоследствии стали ведущими мастерами Чувашской сцены, известными, когда театр переехал в 1920 году в Чебоксары. Получается, у театра огромные традиции. И в репертуаре есть спектакли, которые шли 20, 30, 40, 50 лет назад, да? И есть какие-то современные постановки. Это вот у вас политика такая? Ну, я работаю в театре 52 года, в нашем театре. Из них 34 года, из этих вот 95 лет, 34 я как руководитель, главный режиссер, художественный руководитель. Если говорить о последних лет, десятилетии, да, конечно, определенная политика. Первая основа нашего театра, Чувашского театра, это театр шиждится, держится на фундаменте народного чувашского национальной культуры, на тех истоков, на тех традициях, на тех миропониманиях, даже вот космогоническое понимание людей, живущих вот, у нас в Чувашии. Ну, те красоты, обычаи, они как бы дополняют, как бы взращивают даже драматургию. Есть определенные пьесы, спектакли, Айдар, Нарспи, Кайка Ивана, «Выйди, выйди за Ивана», который мы играли бессменно, безостановочно, 24 года, кажется. Я был Иваном, когда мне исполнилось 50 лет, уже было стыдно выходить в этом образе. И вот спектакли, идущие на аншлагах, я снял с репертуара. Следующее направление – это, наверное, все-таки музыкальные спектакли. Ну, Чуваши ведь так и называются, краем 100 тысяч песен, 100 тысяч слов и 100 тысяч вышивок. И музыка в нашей жизни людей играет огромную роль. И то же самое и в театре. И, конечно, у нас вот, я уже Кайка Ивана назвал, «Тетушка Проски дочку замуж выдает». Такая музыкальный спектакль. Впоследствии бабушка Проски внука женит. Уже я сбился со счета, сколько лет идет. Опять-таки, беспрерывно и с огромным успехом этот музыкальный спектакль, где центральные роли народная артистка России Чуваша и Нина Михайловна Яковлева. Ну и вообще музыкальные спектакли у нас очень популярны. И следующее направление, я считаю, немаловажное и очень важное. Не отстать от времени. Я не говорю об актуальности, о злободневности. Нет, я говорю об эстетике существования театра. Это, наверное, тяготение к европейскому театру, эстетике европейского театра. Тем более, сам сам Чуваший находится на стыке Европы и Азии. В театральном пространстве очень много звучит об экспериментах, о поисках новой формы. Я думаю, что наш театр, он еще лет 20-30 тому назад это начинал. Были такие спектакли «Ежевик и двой плетня». Это сугубо вместе с тем и народный спектакль, и авангардный, я так и могу назвать, потому что там многослойные полифонические поиски существования человека, взгляд его, где пространственные, временные понятия стыкуются, и возникает метафора об общении. – Валерий Николаевич, ну ведь все-таки поиск репертуара, наверное, очень сложный, да? Как вы ищете темы, пьесы, авторов? – Ну, главное, конечно, у нас всегда было и есть, и должно быть пьесы наших авторов, чувашских авторов. Это очень сложная тема. Я не помню еще ни одной пьесы, чтобы без доработки бы я поставил на сцене. К сожалению, если где-то есть, в каких-то городах есть несколько драматургов, пишущих только для театра, мы не можем похвастаться этим. Мы даже довольны тем, что журналисты пишут, или же студенты, или еще люди другой профессии. И, ну, в походе, так сказать, в стыковке с театром рождается что-то интересное. Ну и уже несколько лет, два года раз, совместным Министерством культуры и Союз театральных деятелей мы организовали конкурс драматургов в Чувашске. И там возникают пьесы. Вот в настоящее время из этого конкурса у нас уже два названия. Одно – это «Суженая сама пришла порта» и «Цена чести хмыт». Они как бы вот участвовали на этом конкурсе и победителями стали. Ну, они как бы вот в неделе показе наших спектаклей. Спасибо большое, Валерий Николаевич. Я еще раз от имени всей национальной телерадиокомпании поздравляю вас с юбилеем театра. Наверное, желать вам много зрителя не надо, потому что зрители у вас есть всегда, они вас очень любят, и у вас всегда аншлаги на любые спектакли. Спасибо, что пришли. Ну, мы всегда рады. Тем больше придут, тем лучше. Я знаю, что… Я так считаю, что театр, он не может изменить мир, жизнь. Но в судьбе каждого отдельного человека он может оставить очень огромный след для души, для сердца, для ума. Ну, хоть для одного человека делать приятно – это уже хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Напомню, что сегодня у нас был разговор по существу с художественным руководителем Чувашского академического государственного театра, народным артистом Советского Союза, главным режиссером Валерием Яковлевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин